доброе утро друзья сегодня 31 мая последний день весны и уже завтра мы все дружно шагнем в лето но предлагаем сегодняшний день то есть весну провести всем вместе более того скажу что завтрашний день это праздничный день и сразу два праздника отмечают крымчане всемирный день защиты детей и день крымской столицы нашего прекрасного симферополя но сегодня в прямом эфире новости которые мы насобирали за прошедшие сутки для вас осветят ведущий александр ткачев и салия салямова мы работаем в прямом эфире сразу на двух телеканалах 1 крымский крым 24 ну и сразу перейдем к новостям в севастополе 1 июня пройдет парад колясок он начнется в 4 часа и счастье будет проходить в парке победы а сейчас к другим новостям новая современная техника методы работы эксперименты и государственная поддержка предпринимателей крымской аграрии готовится к уборочной кампании 2019 в этом году ожидают рекордный урожай пока самая жаркая пора впереди более тысячи тружеников села представили свои достижения на дне поля туда отправилась и наш корреспондент елена носкова тракторы бороны комбайны и все последних лет выпуска это например опрыскиватель для подкормки растений удобрения защита от болезней и вредителей ты едешь ровно по навигатору там где допустим поле он выравнивал ты проходишь там обработано он сам автоматически все отключает тебе не надо бегать переживать то что ты где-то прыснул второй раз большая часть технопарка новые машины в этом году аграрии закупят еще около 300 единиц чтобы узнать все характеристики каждую модель проверяют в работе глава крыма тоже протестировал трактор российского производства хорошая техника на самом деле комфортные условия для водителя ну что говорить качество обработки земли высокая с учетом того что мы полностью все на весной оборудование тоже новое главное что в крыму же все хозяйства имеют более 60 процентов нового парка техники задача обновить его до 100 процентов все районы видите докладывают что практически впервые когда нет необходимости нанимать у кого-то технику на обработку земли зато есть необходимость расширять производства например последние годы крымчане предпочитают красные яблоки привычным желтым и зеленым садоводы спешат высадить самые актуальные сорта прошлом году мы посадили но объемы не сильно большие там 19 гектар интенсивного сада 4 на 1 схема вот с капельным орошением а это опытные участки не и сельского хозяйства крыма здесь адаптируют культуры к особенностям местного климата и разрабатывают рекомендации для аграриев ученые выясняют какие сорта лучше для крымского засушливого климата всего на этом участке 200 сортов зерновых в этом году все показали себя успешно благодаря хорошей погоде урожая ожидают рекордные чтобы понять что стоит высаживать на крымских полях сорта проверяются наукой и временем после посева когда начинается кущение когда происходит все вот стадии это все фиксируется наблюдается в течение трех-четырех лет и только после этого делается какой-то соответствующий вывод идут эксперименты опытным путем выясняют какой способ обработки почвы лучший как минимум восемь лет работы ученых и эксперты сделают вывод использовать ли технику или оставлять землю свободной согласно новейшему методу ноутил количество влаги сохраняется больше чем при обычной технологии микробиота накапливается причем полезное такие исследования мы проводим что касается урожайности пока еще урожайность более высокая при классической технологии впереди у аграриев уборочная компания свои достижения и планы предприниматели показали на дне поля сегодня итоги отличные люди более 700 человек более 400 представителей всех техники это рекордное за последних пять лет я думаю что мы на правильном пути ряд экспериментов которые проходят час в части внедрения кооперативного способа и обработки земли и дальше продажи с выращенной вы выращенной продукции три два района три села то есть работа 60 миллионов рублей выделено из бюджета республики крым посмотрим по итогам года субсидии предпринимателям сельской местности планируют увеличивать в прошлом году около ста крымских фермеров воспользовались государственной помощью на 170 миллионов рублей елена носкова александр смычек новости 24 красногвардейский район отдать долг родине военный призыв крыму преодолел экватор за период с апреля по июль солдатами российской армии станут 135 тысяч жителей полуострова большинство отправятся проходить службу на материк как отбирают будущих защитников родины расскажет александр федорчак документы собраны и комиссии пройдены впереди путь за военным билетом длиной в 365 дней первая остановка республиканский военкомат братья кочетковы готовы познать все тяготы службы мечтают найти новых друзей и взять в оружие этот год для них возможность подумать о будущем сейчас уже отслужим и дальше уже решим что будет хотелось бы получить жизненный опыт вот первую очередь вместе с братьями сюда прибыли десятки человек перед отправкой к месту службы нужно пройти несколько обязательных процедур перед тем как отправиться к месту прохождения службы каждый призывник проходит военно-врачебную комиссию начинается на вот здесь сейчас и мы попробуем здравствуйте мы тут получается рост и вес до вымереть ваш вес 81 килограмм становитесь пожалуйста на ростомер пяточки пережмите 182 спасибо пожалуйста есть еще два обязательных момента установление личности по отпечаткам пальцев так называемая дактилоскопия и тесты на психологическую устойчивость представители воинских частей которые приезжают со всей россии с каждым кандидатом проводят индивидуальное собеседование мы должны брать команду 30 человек вывести их в город щелково подмосковье у нас часть это космические войска то есть спецификация наша это космос пришло время получать военную форму на вещевом складе военкомата больше сотни различных комплектов призывник одевается во все новое от носков до бушлата но самое интересное это солдатская косметичка так называемый насессор в него входит 21 наименование вот оно все здесь расположено крема для бритья крем после бритья дезодоранты расчески зубные щетки полотенце стаканчик для бритья станки призывники осматривают подарки примеряют новую одежду здесь тоже надо знать правила молния должна быть вот здесь на уровне кармана собственно сами венцы пока они немножко зашнурованы выглядят примерно вот так ну и куда ж без головного убора то вами вот в принципе осталось только берцы зашнуровать а ну и погоны найти а так нормально правда в такую жару ходить в этом немножко неудобно самый приятный момент для каждого солдата это прием пищи для каждого военнослужащего рассчитана норма калорий в день солдатский рацион питания это вещи всегда разнообразные вот сегодня мы например можем попробовать салат из вяленых помидор гречневый суп и новое блюдо которое наверное многие не пробовали это гороховое пюре в принципе внешний вид соответствует давайте теперь попробуем на вкус как это все выглядит выглядит конечно хуже чем на вкус но не мамина еда конечно но кушать можно призывная компания уже преодолела экватор треть жителей республики укомплектовали воинские части страны особенностью этого призыва весеннего является то что в крыму остается минимум призывников основная масса основная масса убывает на материковую часть россии но и география службы тоже довольно таки обширная начиная от архангельской области и заканчивая центральной частью россии юг россии весенний призыв в россии завершится 15 июля из крыма отправятся отдать долг родине 3000 новобранцев александр федорчак алексей староженко новости 24 а юных отдыхающих уже ждут в детских лагерях крыма около 60 таких учреждений откроются в этом году для крымских школьников завершают последние приготовления обустраивают площадки высаживают цветы в номерах заправляют кровати проверил все условия и дмитрий попов все эти ребята из курска будущие педагоги в лагере дельфины тем летом они проработают вожатыми студенческую практику тут проходит роман тачаев его задача разработать творческую программу для юных отдыхающих которые приедут сюда со дня на день организовал мозговой штурм не меньше суеты в столовой на окнах устанавливают карнизы затем повесят гордины на кухне все готово оборудование уже ожидает поваров кормить будут пять раз в сутки готовы даже побаловать ребят в ассортименте вареники с творогом с картофелем блинчики оладьки сырники дети будут жить таких номерах условия проверяет омбудсмен крыма ирина клюева все хлопок молодцы здесь тут тоже да вот пожалуйста место тут практически все новое чтобы привести учреждения в порядок понадобилось 25 миллионов рублей вложили и немало таланта здесь все очень ярко стены расписали художники креативное расположение ламп позаботились даже о плитке она не скользкая а это черное пятно вовсе не оплошность строителей или дизайнеров а уголок для маленьких хулиганов и творцов которые любят рисовать мы сделали специальную доску чтобы цветным мелом дети могли выразить свое художественное видение всего идеальный порядок и в санузлах учли все мелочи а это уже детский лагерь бригантина тут тоже подготовка к летнему сезону близится к финалу кипит работа на будущем футбольном поле это современное безопасное покрытие дети очень любят такие покрытия поэтому мы постарались сделать так чтобы детям было комфортно суетятся и повара принимают товар сейчас завозят последние продукты из необходимого по списку колбаса и сосиски все что требуется для детского питания бригантина принимает до 400 детей смены длятся по 20 дней в номерах уже все готово для приема гостей в каждом из них будет спать по четыре ребенка мы видим положили уже полотенце застелены кровати просто ложись и отдыхай глаз радует и работа садовников территории украшают 1200 роз это которая только начинает цвести будет еще цвести очень долго вот эта роза у этой розы запах при утренней россии вообще шикарный особое внимание уделяет состоянии пляжей дно обследовали территорию регулярно убирают обновляют спасательные вышки обустраивают медицинские пункты в них обязательно располагается врач-педиатр медицинская сестра соблюдается режим питьевой осуществляется очень такой строгий контроль за состоянием детей у специалистов есть все необходимое медицинское оборудование в прошлом году в детских лагерях республики отдохнули более 70 процентов крымских школьников кроме того хочу сказать что отдельные категории детей были оздоровлены сто процентов это дети сироты порядка 70 процентов дети инвалиды но не смогли все сто процентов по показаниям в этом году показатели планируют увеличить заезды юных отдыхающих начнутся с 1 июня дмитрий попов руслан князев новости 24 бакчисарайский район такой была информационная картина этого часа мы продолжаем следить за развитием событий но отца аж хочется сказать прекрасная пора детства и вспоминается песня а как хочется вернуться как хочется ворваться городок на эта песня вспоминается себе детство какая ну ладно я потом и вспомнил может даже напою но не сейчас но ты рассказала много интересных новостей но я тоже имею новость для тебя прямо сейчас новость такова что наши коллеги из радийной студии очень хотят нас услышать сейчас как раз у них поинтересуемся насколько доброе утро как развивается симферополь доброе утро друзья как пятница проходит у вас торжественно последний день вахты нашей последняя пятница этого месяца и последний день месяца и последний день нашей вахты а завтра праздники и мы уже в нетерпении и ждем вот уже готовимся о праздниках говорим мы и мы в нашей студии в студии радио крым говорим о предстоящем на дне день симферополя который у нас стоит в субботу как вам по вашему мнению развивается все таки симферополь или стоит на месте мне кажется это очевидно симферополь конечно же семимильными шагами идет вперед очень много что меняется есть некоторые недочеты которые надо исправить но в целом мне кажется можно ставить хорошую оценку в принципе к такому же выводу пришли ему в студии а второй час мы поговорим о дне защиты детей и естественно же мы не сможем пройти мимо еще одного праздника который действительно праздника который у нас стартует на следующей неделе это фестиваль великое русское слово мы тоже затронем обязательно эту тему в общем можно сказать что мы подхватим эстафету которую вы начали также осветим все мероприятия которые пройдут и в день защиты детей и конечно же в день рождения симферополя ну а также поговорим и об экологических проблемах которые в общем то тоже связаны с проблемами симферополя поэтому у нас такой комплексный подход к вопросу я бы сказал счастливого вам эфира хорошего дня и удачи коллеги прекрасных выходных взаимно друзья взаимно пообщаться с коллегами в утренний час и учитывая что мысли мы практически одинаково вот одинаковые проблемы нас волнует как у толстого все счастливые люди счастливы одинаково но конечно же частичку счастья придает нам и погода которая царит над нами и давайте узнаем чего же ожидать от атмосферы а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну а я напомню, что в последний день мая в Крыму будет господствовать тропическая воздушная масса, и поэтому в Крыму сохраняется пожарная опасность. Ну в общем-то вы могли это заключить исходя из тех цифр, которые были указаны на экранах, температуры погодной. Ну что ж, я добавлю, что Симферополе сегодня безоблачно, или небольшая переменная облачность без осадков, ветер до 12 метров в секунду, а температура поднимется аж до 33 градусов. В Севастополе переменная облачность, там также дождей сегодня не ожидается, а воздух прогреется до 28 градусов. На южном берегу Крыма тоже без осадков, переменная облачность, ветер до 13 метров в секунду, а вот воздух более приятную температуру имеет до 27. В Керчи малооблачно, ветер переменных направлений, днем температура воздуха составит 32 градуса со знаком плюс. От воздуха перейдем к морю. Температура моря в Черное море. В Феодосии 20, в Алуште 19, в Ялте 18 градусов, в Севастополе до 20, в Евпатории до 21, в Черноморском 18, а в Азовском уже 21 тепла. В общем, хорошая сегодня погода для того, чтобы разукрасить свой культурный досуг, что мы вам и предлагаем сделать сегодня, сразу же после завершения нашего эфира. Куда сходить, расскажет Афиша. Театр кукол в этот день приглашает маленьких жителей Симферополя стать бесстрашными участниками опасного путешествия. Вместе с Айболитом детям предстоит победить коварного Бармалея – старая сказка на новый лад. Спектакль отличается оригинальной режиссерской идеей. Уникальной и захватывающей постановку делают декорации, где веревка превращается в море, а стул в корабль. Начало спектакля «Айболит и Бармалей» в 10.00 и в 11.30. На сцене Крымского драмтеатра пьеса по произведению Максима Горького «Васса Железнова». Наследница родового капитала сталкивается с чередой жизненных испытаний. Брат становится пьяницей, сын медленно угасает, муж – растлитель под судом. При этом женщина может лишиться и внука. Шаткое благополучие дома Вассы держится на преступление. Женщина готова пойти на все, лишь бы сохранить семью. Начало спектакля в 19.00. В последний день месяца предлагаем окунуться в мир фантастики. Сегодня фильм «Годзилла 2. Король монстров». История о людях, которые хотят спасти планету от гигантских чудовищ. Эти хищники вступают друг с другом в бой, заставляя человечество, которое не в силах что-либо изменить, наблюдать за этой эпичной схваткой со стороны, молясь за свое спасение. Самому маленькому зрителю по душе придется анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Картина продолжает историю Макса и Дюка, которые теперь живут бок о бок и у которых есть новый друг – ребенок. Они все так же будут озорничать, когда дома нет хозяев. Поэтому мультик поднимет настроение даже взрослому. В вечернее время в кинотеатрах смотрите фильм ужасов «Гори-гори ясно». Мальчик из другого мира терпит крушение на земле. Его усыновляет пара, которая давно хотела иметь детей. Но родители и подумать не могли, что под видом ребенка скрывается жестокая и свирепая сущность. Походы в театр, прекрасная погода и, стоп, конечно же, грядущие праздники – это все элементы сладкой жизни, я вам хочу сказать. Ну а более подробно эту тему раскроет наш корреспондент в следующем сюжете. Так на обычной кухне мечта воплощается в реальность. Кондитеры на деле демонстрируют, что у фантазии нет границ. Главное – придерживаться строгой технологии производства. Сперва нужно в кастрюлю нам налить немного воды. Потом мы добавляем сахар. Так, высыпали, разровняли и добавляем оставшуюся воду. Но карамель не будет карамелью, если не добавить главный ингредиент. Без него леденец застынет прямо в кастрюле. После того, как оно у нас закипит, мы будем добавлять глюкозную патоку. Это одна из важнейших составляющих карамеля. Патока дает карамелю пластичность и дольше сохраняет температуру. Немного фруктовых экстрактов, магии и перед нами ароматная пенка янтарного цвета. Она – признак готовности карамели. Медлить нельзя, поэтому сразу приступаем к следующему этапу. Процеживаем через сито, чтобы карамель насытилась еще больше кислородом. И, собственно, сейчас мы будем добавлять наши натуральные краски. А чтобы лакомство было не только вкусным, но и полезным, вместо искусственных красителей в тягучий состав добавляют только натуральные компоненты. Зеленый – это шпинат, крапива, щавель. То есть это хлорофилл, пингмен, который красит листья в зеленый цвет. Сейчас добавляем красный. Красный добывают из черной морковки. Эту морковку используют в медицине, потому что она богата на витамины группы В. Такая конфета не вызовет аллергическую реакцию. Температура сладких кусочков – 70 градусов. Карамелье ловко растягивает янтарные кристаллы, тем самым меняя их окрас. Вот такими легкими движениями превращается желтый цвет в белый. Вот такие вот секреты у мастеров. На этом волшебство не заканчивается. Соединяем белые волокна с каждым из цветов и растягивающими движениями делаем окрас более равномерным. Карамель превращается вот в такую перламутровую гущу. На формирование деталей карамельной поделки отводится несколько секунд. Тягучий материал быстро остывает. Сжимаем. И круг делаем. Так. Здесь то же самое, делаем все же самое. Сжимаем и делаем круговые движения. Так. Достаточно. Хорошо. Вот так. Подставляем лаковство под вентилятор. Так все детали скрепляются между собой. Совсем недавно перед нами лежали разноцветные кусочки карамели. Теперь это готовые леденцы в форме героя из известного мультфильма. У каждого изделия почерк своего дворца. Ведь он сделан вручную, старательно и с душой. Алена Сединина, Руслан Князев. Утро нового дня. Дольче Вита, одним словом. Да, действительно, сладкая жизнь. Ну, а мне бы хотелось продолжить тему, можно сказать, сладкой жизни, потому что завтра именно отовсюду будет звучать музыка, будут звучать радостные голоса. Ну, разве это не сладкая жизнь? Конечно же, все ожидают эти два праздника и хотелось бы проанонсировать, что же завтра будет. Итак, Денис Майданов, Алексей Воробьев, Сергей Лемах из группы Кармен выступят, приедут в Крым, приедут в Симферополь, чтобы поздравить нас с нашим днем рождения. Но кульминацией праздника, конечно, станет цветовое 3D-шоу и фейерверк, куда же без него. Все это мероприятие состоится в 22.00. Мероприятия начнутся с 10 утра. Стоит отметить, что в этот день на улице Карла Маркса откроется архитектурная композиция «Чижик-пыжик». Где ты был? Ну, вообще, конечно, все события, которые происходят, это все элементы нашей истории. В Симферополе исполняется 235 лет. Хотя, конечно, дата спорная, потому что я до сих пор не могу понять, почему такое летоисчисление, когда, собственно, сердце Симферополя находится на Неаполискифском, который был основан в III веке до н.э. Поэтому город наш вполне можно считать античным. Ну, в общем, все это история. Но о том, чем славна сегодняшняя дата, я предлагаю узнать из хронографа прямо сейчас. Сегодня отмечают Всемирный день без табака. Дата учреждена в 1988 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Последствия вредной привычки ежегодно уносят жизни 6 миллионов человек в мире. 31 мая 1557-го родился царь всей Руси и великий князь московский Феодор Иоаннович I, третий сын Ивана Грозного, получивший в народе прозвище Феодор Блаженный. Последний в истории самодержавец из династии Рюриковичей. Канонизирован православной церковью в лике московских чудотворцев. В этот день, 151 год назад, на часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запустили Биг Бен. Часы получили собственное имя в честь самого большого из шести колоколов звонницы. 31 мая 1862-го родился русский и советский живописец Михаил Нестеров. Художник в первую очередь известен как выдающийся иконописец и портретист. В 1944 году награжден сталинской премией. С творчеством мастера связана легенда, по которой на личную просьбу Иосифа Сталина написать его портрет художник ответил отказом. «Ваше лицо мне все меньше и меньше нравится». 31 мая 1868-го в окрестностях Парижа в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка. Сегодня велосипедный спорт – один из наиболее доступных и популярных в мире. Он включает в себя такие дисциплины, как гонки на треке, шоссе, пересеченные местности, соревнования в фигурной езде. 31 мая 1892 года родился Константин Паустовский – русский советский писатель, сценарист и педагог, военный корреспондент. Еще при жизни писателя его произведения вошли в обязательную школьную программу по русской литературе. Автор был трижды номинирован на Нобелевскую премию. В этот день, 117 лет назад, окончилась Англо-Бурская война, развернутая на территории современной Южноафриканской республики. Военные действия велись объединенными силами бурских республик – Республикой Трансвайль и Оранжевого Свободного Государства против экспансии Британской империи. 31 мая 1918-го постановлением наркомпроса Советского Союза введено обязательное совместное обучение мальчиков и девочек. По мнению педагогов, такое воспитание способствует полноценному развитию личности ребенка и его гармоничной адаптации в будущей самостоятельной жизни. В 1952-м вступил в строй Волгодонской судоходный канал, соединивший реки Волгу и Дон. Гидротехническое сооружение позволило обеспечить связь внутреннего Каспийского моря с Мировым океаном. Однако вмешательство человека в природу никогда не проходит бесследно. Из Азовского моря на днищах кораблей в Каспийское попал инвазивный моллюс-гребневик Мнимиопсис. Его бесконтрольное размножение привело к сокращению численности кильки на 60%, значительно уменьшило популяцию осетровых рыб и каспийских нерв. Какие только чудеса не происходят в России. Да, ох уж, это Россия. Здесь не только медведи с балалайками ходят, но также коровы по крышам шагают. Не верите, смотрите сами своими глазами. Мы предлагаем небольшое видео чудес, которые происходят в Российской империи. Этот инцидент произошел в Свердловской области. Парнокопытное животное взобралось на крышу гаражей. Как оно там оказалось, неизвестно. Как слезло, тоже остается под вопросом. Вопрос слезло ли оно вообще? Это вопрос, действительно, ушедший в историю. Животные удивительные. Они способны подарить немного радости. Да, даже не много, а много. И давайте посмотрим небольшой сюжет об одном из таких животных, который, может быть, найдет дом у одного из вас, дорогие крымчане. Большой Барни мечтает о семье. Умный, рассудительный и приветливый. Его любят все и взрослые и дети. Кто с ним знаком, говорят, свой в доску. Давайте исполним его мечту. Звоните 7978-863-1103. Предлагаю поговорить о ценах на топливо. Как ты считаешь, время? Я думаю, что самое время, потому что многие симферопольцы наверняка сейчас собираются на работу и думают о том, как же они доберутся. Хватит ли денег на бензин? Ну, добраться, собственно, несложно. Вопрос гораздо более точный. Как заправиться? Сколько денег нужно подготовить для этого? И давайте об этом поговорим. Итак, 1 литр газа стоит 25 рублей 77 копеек. Дизельного топлива 50 рублей и 27 копеек. 92-го бензина 45 рублей 77 копеек. 95-го 49 рублей 55 копеек. И 98-го 56 рублей 39 копеек. От цен на топливо предлагаю перейти к ценам на валюты, которые подвержены более подвижной динамике. Итак, доллар сегодня стоит 65 рублей и 5 копеек, а евро 72 рубля и 42 копейки. За последние сутки обе валюты подросли порядка 3 рублей. Немного, но тем не менее динамика двигается вверх. Соответственно, рубль несколько сдает в позициях. Но отрадно то, что всего лишь 3 копеек. Это всего лишь не так и много. Илья, как ты считаешь? Не так и много, наверное. Но ты знаешь, те люди, которые хранят деньги в валюте, для них все-таки, наверное, это потом существенная разница, когда огромную сумму необходимо менять. Но ты знаешь, вообще, что касается бензина, тенденция такова, что цены на него растут по всей стране. Не только у нас. Это отмечают специалисты, хотя, насколько я знаю, нефтяные компании, они заключили договор с государством, что они цены поднимать не будут. Но говорят, что все-таки инфляция дает свое. И из-за этого, конечно, расценки меняются. Где-то на 3 копейки, где-то на чуть больше. Но вот в целом обещают, что в ближайшее время до 55 рублей за литр бензина не дойдет. Тем не менее, я хочу отметить, что, несмотря на это, Россия остается одним из литеров по дешевизне бензина. Потому что в странах Европы он гораздо дороже. Поэтому, наверное, все-таки не совсем грех нам жаловаться. Но, тем не менее, цены на бензин вызывают определенные переживания. И нервы, стресс, именно то слово, которое правильно употребить. Стресс вызывают. О том, как бороться со стрессом, мы расскажем в следующем материале. И так каждое утро. Опоздать на маршрутку, проехать нужную остановку или же попросту проснуться не с той ноги. Порой для того, чтобы испытать стресс или раздражительность, достаточно любой мелочи. В лучшем случае последствия отразятся только на вас. Тем не менее, зачастую от негативных эмоций страдают окружающие. А как мне на тебя не кричать? Самый простой способ борьбы с агрессией и, главное, доступный всегда и везде – правильное дыхание. Глубокие вдохи и медленные выдохи успокаивают организм. Для большего эффекта эту технику можно объединить с самоанализом, пережить в голове стрессовую ситуацию, разобрать ее детально. Помимо общепринятых средств борьбы со стрессом, у каждого существуют свои личные приемы. Я, к примеру, справляюсь с проблемой таким образом. Разбить, сломать и разрушить можно все, что угодно. Куда труднее добиться понимания или прощения со стороны тех, кого вы обидели сгоряча. Именно поэтому так важно научиться управлять собой во время приступа агрессии. Шью, вышиваю, с гостями встречаюсь. Улыбаемся. Попробуйте сесть за лист, зачистый лист бумаги с ручкой и что-то написать, типа психотворительной термии. Любить все страны, любить всех людей. И, правда, не будет никакого стресса. Многие из тех, кого мы опросили, сошлись во мнении о том, что спорт является одним из лучших средств для того, чтобы избавиться от стресса и раздражительности. И действительно, с помощью тренировок можно получить пользу даже из негативных эмоций. Вот эта накопительная система, которая как снежный ком накатывает, 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 потом ва-бах, лавина, вот вам результат. Чем больше человек высвободит свои чувства, тем легче он переживет эти обстоятельства. Чаще всего для этого человеку нужно лишь выговориться, рассказать о своей проблеме. Дельный совет, моральная поддержка и, конечно же, объятия. Все это лучшая панацея от негативных эмоций. Стефан Филатов, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Ну что же, я думаю, гость, который уже сидит в студии, не стоит его задерживать и долго ждать, заставлять. Ну, а я думаю, что мы тему стресса продолжим, потому что мы расскажем о том, как можно будет избавиться от него завтра, в День защиты детей. Конечно же, избавиться просто, выйти на улицу, отпраздновать вместе со всеми сразу два праздника, и тем самым никаких нервов не останется. Здравствуйте. У нас сегодня гость Антон Якулевич, директор детского парка. Да. Вы готовы встречать праздник? Мы приложили максимум усилий и до сих пор, то есть и сегодня мы точно так же готовимся к этому празднику. Это большое событие, это единственный праздник в году, который, собственно говоря, наш целевой, для нашей целевой аудитории. Поэтому мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы это был действительно яркий, хороший праздник. Он совпадает еще с одним праздником, как мы знаем, Днем города, Симферополя. Да. Но насколько ярким будет этот праздник? Что уже сделано? Какие мероприятия ожидаются? Проделано большой объем работы, подготовлен парк к встрече гостей, подготовлена программа для того, чтобы маленькие посетители с детьми почувствовали этот праздник на себе. Поэтому будет очень много выступлений именно от детей, и для детей, и для родителей. То есть будет концерт? Конечно, несомненно, будет концерт, будут флешмобы, будет выступать детский духовой оркестр, будет живая скульптура в новых образах. Что же еще там будет происходить? А вот вы сказали, флешмоб будет. В чем он будет заключаться? Что надо будет делать? Кто примет участие в этом флешмобе? Ведущие обязательно расскажут. Это все-таки флешмоб. Это тайна. Ну, не то чтобы тайна, но это будет вот интерес, дабы привлечь нам детей. То есть вы хотите интригу сохранить? Совсем не то, чтобы интригу, но, конечно, в детали более позащищены ведущие. У меня прям таких подробностей нет, в чем будет заключаться. Насколько мы знаем, под вашей юрисдикцией не только детский парк, но и гагаринский. Там тоже, насколько я понимаю, ожидается много интересных мероприятий. Несомненно, сцена стоит, ждет. И, конечно, завтра будет праздник не только в детском, он и в гагаринском парке будет происходить и на площади Ленина, и в сквере Тренева. То есть, по большому счету, площадкой для проведения праздника будет весь город, центральная часть. Поэтому горожанам будет комфортно добраться в любое место и, собственно говоря, ощутить себя в центре праздника. А вот что касается парка Гагарина, там будет только концерт или все-таки дневная программа тоже ожидается? Будет много дневной программы, но более детальные детали – это управление культурой, потому что мы, собственно говоря, заведуем в большей степени праздниками в детском парке. Поэтому, к сожалению, не смогу вас просветить, что же будет происходить конкретно в гагаринском парке. Но мы принимаем активное участие в подготовке, убираем прилегающие территории, оказываем максимальное содействие. Поэтому, конечно, праздник состоится в лучшем виде. – Насколько я знаю, вы подготовили не только, скажем, театрализованное представление, но еще и внешний облик парка детского к празднику изменился. Действительно ли это так и что было приведено? Расскажите нам. – Я не могу сказать, что кардинально мы изменили облик парка. Конечно, мы его привели в должный вид. Конечно, мы облагородили клумбы, которые у нас есть центральные. Естественно, мы все, что можно было побелить, покрасить, мы побелили, покрасили, покосили, убрали. Поэтому парк имеет достойный вид, дабы встретить гостей. – Признаюсь честно, Давид Чай имел честь проходить мимо ваших клумб. Совершенно прекрасные петунии. Очень красиво смотрятся. – Благодарю, Александр. Благодарю. – Ну вот многие дети, конечно же, приходя в парк, они ожидают чего? В первую очередь аттракционы, на которых можно будет в этот день покататься. Будет ли какая-то скидка, например, в день защиты детей? – Вы знаете, мы подготовили подарок для горожан, для приезжих. Конечно, это и день города, это же и день защиты детей. Поэтому нами было принято решение, что нам нужно сделать какой-то подарок для наших симферопольцев. Поэтому вход на колесо обозрения в детском парке, в зооуголок, он будет абсолютно бесплатный на протяжении всего дня для всех желающих. – Для маленьких и взрослых? – Для детей и родителей. Ну, дети же ведь, вы знаете, без родителей не ходят в парк. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы максимальный комфорт был создан для пребывания. Поэтому и колесо, и зооуголок, он будет бесплатный. В Гагаринском парке колесо обозрения тоже будет бесплатно для посещения. Поэтому приглашаем всех ощутить этот праздник, поделить эту радость вместе с нами, покататься, получить удовольствие. – Здорово. – А катамараны? – Катамараны, к сожалению, они не наши, поэтому мы не можем распространять свое влияние на этот аттракцион. – Ну, а лично вы как планируете встречать праздник? – Ну, вы знаете, для… – Наверное, в работе. – Абсолютно верно. – Для многих это праздник, конечно, для администрации парка это большая работа, поэтому нужно будет следить за порядком, контролировать много вопросов. Поэтому это будет суета. – Ну, а вы также будете два дня отмечать, я имею в виду детский парк, там на два дня рассчитаны мероприятия или все-таки только на 1 июня? – Ну, грандиозный праздник как таково, он 1 июня, но 2 июня тоже будет масса мероприятий, и мы точно так же будем рады видеть гостей. – То есть гости парка, они не соскучатся, находясь в детском парке? – Для нас каждый выходной, по большому счету, это праздник, поэтому мы всегда рады. – А вот летняя пора – это как раз-таки время каникул, и дети, конечно же, будут больше находиться на воздухе, гулять и больше посещать парк. Я так понимаю, что это время тоже для вас жаркое в плане работы? – Это жаркая пора, абсолютно верно. – Ну, а что вот меняется в отличие от зимы? Что летом? Может, каких-то шоу-программ больше становится? – Да, конечно, активность в парке возрастает в разы. Зима, все-таки есть зима. Но хотя мы наблюдаем тенденцию, что лето тоже бывает порой и… – Затишье бывает, да? – Затишье, конечно, потому что многие уже ждут, когда же это море наконец-то прогреется, и можно будет на него уехать. Но, несомненно, каникулы, конечно, делают свое дело, и посетителей в разы… количество посетителей возрастает. – То есть вы обещаете, что каждые выходные что-то интересное будет проходить? – Обязательно. – Возвращаясь к теме завтрашнего дня, мероприятия, конечно, сложнопостановочные у вас. Сколько времени понадобилось для организации их вам? Как давно вы начали готовиться к празднику? – Ну, обсуждение началось за два месяца до проведения Дня города и этого праздника. А активные действия, ну, за месяц, за полтора, вот, с рядом предприятий необходимо было договориться заранее. То есть с некоторыми договариваемся еще с прошлого проведения мероприятия. Поэтому многим нравится с нами сотрудничать, да и нам нравится партнерство. Вот семья от «А» до «Я», мы с ними долгие годы сотрудничаем, поэтому… – У нас, к сожалению, время подходит к концу. Я прошу вас обратиться ко всем симферопольцам, гостям города, ко всем детям Крыма и поздравить их с наступающими праздниками. – Дорогие симферопольцы, дети, подрастающее поколение, поздравляю с наступающим праздником и будем рады видеть вас на каждой нашей площадке, особенно в детском парке. Приходите, будет весело. – Спасибо вам. Напоминаю, в гостях нашей студии Антон Якулевич, директор детского парка. Большое вам спасибо за ваш интересный рассказ. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди у нас Крымонлайн. То, о чем говорит крымский сегмент интернета. – На объездной дороге в Симферополе грузовик снес ограждение, врезался в столб неподалеку от автосалона. При этом он зацепил еще пять машин. По словам очевидцев, водитель уснул за рулем. От удара сильно повредила кабину, фура, а проезжую часть усыпала металлическими деталями. К счастью, никто не пострадал. В ближайшее время коммунальщики восстановят опоры электропередачи. И снова Симферополь, пересечение улиц Красноармейская, Чехова, которая бьет рекорды по количеству ДТП. Они здесь случаются буквально каждый день. А все потому, что водители усердно игнорируют знаки и не пропускают других автомобилистов. Вот и в этот раз проскочить не удалось. Еще одно дорожное происшествие. Об этот разлую шутку сыграла невнимательность водителя авто, из-за чего велосипедист оказался на капоте машины. Надеемся, что владелец двухколесного транспорта сильно не пострадал. А это видео с аэропорта Симферополя. Автору ролика не понравилось небрежное отношение работников почты Крыма. По кадрам видно, что грузчики явно не церемонятся с посылками. Жаль, что в Симферополе нет доски позора. Ведь тогда героиня этого ролика заняла бы там почетное место. Женщина не стала долго думать, куда выбросить мусор. Полный пакет и пластиковую бутылку оставила рядом с урной, что и попало на камеры видеонаблюдения. Огнетушитель в машине не приехать сотрудников ГИБДД. Об этом наглядно говорят в следующие кадры. Загревшуюся машину владельцы тушили тряпками и водой. ЧП произошло в Симферополе на улице фабричный спуск. Но недоумение вызывает и то, что проезжавшие мимо автомобиля не останавливались. Радует, что неравнодушные все-таки нашлись. Курортный сезон стартовал, вот только не все успели к нему подготовиться. Это видео сделано в Алубке. Там популярный пляж Воронцовский купаль не ожидает не туристов, а хорошего дворника. Автор ролика пожаловался, что после сноса эллингов остались бревна, железки и гвозди. Вряд ли таким гостеприимством приезжающие останутся довольны. Мы продолжаем беседу с нашим гостем, который уже покинул студию. Пока вы смотрели Крым Онлайн, мы с ним беседовали. И он пожаловался о том, что крымчане не очень бережно относятся к тому, что было создано для них. В частности, в парке Тренева были созданы альпийские горки, которые стали просто разорять. Дорогие друзья, у меня к вам просьба. Вы знаете, очень часто мы жалуемся на то, как плохо выглядит наш город. Но я хочу сказать, что ни Путин, ни, даже если возвращаться к прошлому, Аксенов, ни Порошенко, ни Янукович и никто другой. Это не они ломают наши города, портят наши стены, мусором заваливают. Вот это делаем мы, друзья. Давайте более бережно относиться к нашей природе, к нашему городу. И тогда он будет действительно красивым и просветающим. Да, мы чуть что пеняем на власти, но на самом деле, конечно же, большая часть города, можно сказать, она в наших руках и от нас зависит. Мы недавно и сюжеты выпускали на эту тему, рассказывали о том, как город украшается. И каждый раз возникает вопрос, а как долго все это просуществует, как долго будут эти клумбы с цветами, как долго будут красивые бордюры и новые высаженные деревья. Я предлагаю обратиться к одному человеку, который, быть может, ответит на наш вопрос. Стефан Филатов, наш мобильный корреспондент, расскажет о том, что происходит на улицах нашей столицы. Доброе утро, Стефан. Доброе утро. Доброе утро, коллеги, с добрым утром всех, кто присоединился к нашему эфиру. Пятница, последняя рабочая неделя, к тому же последний день весны, с чем я вас всех и хочу поздравить. Кстати, по календарю, что интересно, лето у нас начинается только завтра, тем не менее, я считаю, что все это формальности. И лето уже здесь, вот оно среди нас, если можно так сказать. А сами посудите, несмотря на раннее утро, сейчас на улице уже порядка 20 градусов тепла, если мне не изменяет память, даже 22. А в течение дня воздух прогреется до 33 градусов с пометкой плюс. И благодаря этой цифре сегодняшний день может войти в историю, как самый жаркий день за последние 130 лет. На данный момент таковым днем является 31 мая в 1980 году, тогда было на градус меньше 32. Ну а самым холодным этот день был в 1918 году, тогда был всего 1 градус с пометкой плюс. Достаточно холодно. Теперь хочу перейти к информации, которая будет актуальна для многих местных жителей. Дело в том, что сегодня по улицам эскадронная, индустриальная, спера. И нескольким еще, с 8 и до 17 часов будет отключена электроэнергия. Все это связано с аварийными работами, которые будут проводиться в этих районах. Поэтому будьте готовы, имейте в виду. Кстати, полный адрес со списками всех домов вы можете проверить в социальных сетях, а также в официальных сайтах Симферополя. И, конечно же, упускать из виду эту информацию нельзя. Еще раз всем хочу пожелать бодрого утра, продуктивного рабочего дня. Студия, передаю вам слово. Спасибо большое, Стефан. Ну, я вижу, какой прекрасный пейзаж за спиной Стефана. Ты знаешь, Илья, что вот если сегодняшний день действительно ожидает быть таким горячим, жарким, 33 градуса тепла, то, конечно, можно найти, наверное, утешение в фонтанах. А что ты имеешь в виду? Ты предлагаешь искупаться в фонтане? Ни в коем случае. Это как раз таки я и не рекомендую делать, потому что... Не только ты не рекомендуешь. Расскажи. Но также и Роспотребнадзор, который говорит, что можно подхватить различные заболевания. Я думаю, что многие, конечно же, об этом догадывались. Ведь часто можно наблюдать картину, где дети купаются в фонтане, но не только дети предпочитают воду в этом водоеме, а также собаки могут там периодически плавать, а и, конечно же, птицы. Именно они являются источниками разных болезней, поэтому будьте очень осторожны. А я наблюдала не раз такую картину, когда дети купались в парке Тренева, даже больше того, они приносили с собой какие-то моющие средства, то есть они не пытались сами искупаться, они просто пытались создать пену и вот загрязняли фонтан. Это называется вредительство уже. Но не только птицы и собаки, еще есть люди нечистофлотные, скажем, асоциальные, которые тоже там иногда проводят разные гигиенические процедуры. Поэтому, дорогие друзья, сознательные люди, ни в коем случае к этой воде лишний раз не прикасайтесь. Она все-таки не обеззараживается и дополнительно не очищается. Ну, а, кстати, у нас в Симферополе тоже будут восстановлены некоторые фонтаны. Об этом мы расскажем чуть позже, а сейчас давайте посмотрим новости из интернета. КАМАЗ дальнего плавания На Сахалине засняли весьма необычное путешествие. Видео вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи шутят. Зато нет проблем с ямами, и машина после такой поездки будет идеально чистой. Забавно и то, что водитель после того, как выехал на сушу, открыл дверь, чтобы вылить воду из кабины. Судя по этому ролику, у настоящего мужчины машина должна быть большая. При этом американцы явно не смущают вызванные неудобства. Чтобы у него была возможность попасть в автомобиль, он возит с собой специальную подставку, которую ему приходится поднимать с помощью проволоки. С каждым годом желающих покорить Евере становится все больше. Несмотря на тяжелые испытания, которые приходится преодолевать альпинистам на пути к вершине, им еще нужно выстоять в очереди. Там она растянулась на километры. Только этой весной при попытке покорить самую высокую точку планеты погибло уже 20 человек. На одной из американских ферм начали разводить плюшевых коров. Такая порода считается гибридной и еще не признана официально. Похожих на мягкие игрушки буренок выращивают не ради мяса, а для показа на выставках. Им нужен особый уход и питание, чтобы шерсть блестела и хорошо росла. Всего их в мире насчитывается несколько десятков, поэтому стоимость одной коровы достигает 5000 долларов. Алексей – дизайнер и настоящий мастер на все руки. В свободное время он увлекается моделированием из бумаги и картона. Талантливый мужчина сооружает моторчики, цилиндры и музыкальные инструменты. Чтобы показать, на что способен, например, мини-орган, умелец исполнил на нем мелодию из мюзикла «Призрак оперы». Такая устрица может вызвать удивление даже у любителей морепродуктов. Кажется, что из этой раковины торчит язык. На самом деле – мускулистые ноги животного. Таким образом они добывают себе еду. Большую часть времени эти существа находятся в песке. В некоторых странах моллюски считаются деликатесом. Продолжая тему фонтанов, мне бы хотелось сказать, что тот фонтан, который был когда-то в реке Салгир, он будет восстановлен и, более того, он будет даже музыкальным. Более того, все фонтаны, которые когда-то находились на площади, на набережной, они все будут восстановлены. В частности, знаменитый шахматный фонтан, который пережил много чего. Его и красили, и белили, и чего с ним только не делали. Но Наталья Маленко, глава администрации Симферополя, обещает, что он будет восстановлен в первоначальном виде и станет, конечно же, украшением нашего Симферополя, нашей столицы. Более того, скажу, что в Симферополе насчитывается достаточно большое количество фонтанов, около 50, и потихонечку власти города обещают, что все они будут восстановлены. Здорово. Это огромная цифра. Я даже не знала, что у нас так много фонтанов. Но сейчас, кстати, самый повод обратиться снова к городу Симферополю и посмотреть на него воочию. И в этом нам помогут веб-камеры. Абсолютно верно. Уже сейчас на одной из наших веб-камер виден наш, собственно, славный Симферополь, столица полуострова. И видно, что начинаются приготовления к торжествам, которые ожидаются завтра. Более того, скажу, что, конечно, торжества – это прекрасно, но куда ж без туалетов? Так вот, такие переносные уборные обещают организовать на площади и, более того, открыть их в парках. Все общественные туалеты города, которые когда-то, в славное советское время были и функционировали, обещают восстановить. Да, Саша, ну вот, казалось бы, это такая смешная тема, да, туалеты, нехватка туалетов. А нет, оказывается, очень серьезно. И возникает некоторый дискомфорт, когда туалетов в городе нет, тем более, когда такие праздники проходят у нас в городе. А сейчас мы посмотрим на Севастополь. Там тоже вовсю готовятся к праздникам. Более того, ну, извините, что говорим о Севастополе, но вернусь к Симферополю. У нас был в гостях директор парка. Так вот, единственный бесплатный общественный туалет находится именно в детском парке. Поэтому, если вдруг нужда вас застигнет, и вы будете проходить мимо детского парка, знайте, что там можно исправить положение. Так, ну, вот Севастополь, давайте на него посмотрим. Здесь тоже строится сцена. Это означает, что уже завтра будет там проходить праздник вовсю. Ну, и, конечно же, я думаю, что все-все присоединятся обязательно к нему. Но мне бы хотелось еще рассказать о Бахчисарайском районе. Ну, давайте сначала посмотрим нашу картинку. Ну, это почти Бахчисарай, там недалеко. Где это находится? Это Артек, но у нас Крым маленький, поэтому все рядом. Да. Ну, а я тогда расскажу пока о Бахчисарае. Дело в том, что там за 155 миллионов рублей, представляете, какая цифра, отремонтируют дорогу. И эта дорога называется Танковая, Оборонная. И известно, что подрядчик выполнит работы на 11 километрах автомобильной дороги, поэтому там в скором времени будет тоже комфортно ездить. Вот, кстати, сейчас мы эту дорогу и покажем. Это та самая дорога Бахчисарайская, которая будет реконструирована. Ну, и, конечно, прекрасный пейзаж, что тут добавить. Так что осталось дождаться декабря этого года, именно до этого времени, и обещают все работы завершить. Ну, а сейчас самое время перейти к нашему следующему сюжету. Он касается работы почтальонов и вообще всей этой системы в целом. Давайте посмотрим. Отправлять или получать письма и посылки приходилось каждому. Чтобы доставить все в срок, ежедневно в почтовых филиалах по всей стране трудятся сотни тысяч людей. Производство масштабное, только в Крыму больше 500 отделений. Центральное в Симферополе. Сначала все доставляют сюда. Сканируем мешки по программе. Здесь выбивает, какой приходит мешок, выбивает вес, куда он адресованный. Как бы мы раскидываем по направлениям. Тяжелую артиллерию принимают механики. В один такой ящик помещается до 400 килограммов. Спускают их на лифте и перемещают с помощью специальной техники – электроштабеллера. С мешками справляются вручную. Это участок обмена. Здесь происходит выгрузка и погрузка почты. Отсюда контейнеры и мешки с письмами и посылками отправляются на сортировку. Проходит она в два уровня. Около 50 человек трудятся, не покладая рук, чтобы в этот же день перенаправить почту дальше. В этом цеху вскрывают и сортируют заказную корреспонденцию. Ленура, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что мы делаем дальше? Мы вскрываем мешок. Отличие доставки заказного письма от простого в том, что у него имеется штрих-код, с помощью которого его легко можно отследить. Для этого на каждом этапе их сканируют. После чего отдаю я на сортировку на второй уровень. Девочки сортируют уже по почтам. Каждую посылку проверяют на повреждения. После очередного подсчета опять отправляют в мешок. Затем его взвешивают и запечатывают пломбой, в которой зашифрован план направления. В каждом отделении она своя. Но это для междугородней отправки. То, что уедет в район, раскладывают по ячейкам. Обычные письма отправляются для обработки в соседний цех. Это штампелевальная машина. Мы на ней штампелим простую корреспонденцию, которая к нам приходит со всего Крыма, которую вынимают из почтовых ящиков. Те, что в машину не помещаются, помечают вручную. В день специалисты обрабатывают до 22 тысяч конвертов. Эта процедура нужна для того, чтобы погасить марки и уведомить клиента о дате отправки. Чтобы ваше письмо или посылка не потерялись и пришли в срок, тщательно проверяйте индекс получателя. Татьяна Балыкина, Руслан Князев. Утро нового дня. Доброе утро, крымчане! Все те, кто с нами встретили первый час, и все те, кто только что к нам присоединились. Мы рады вас приветствовать. И для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. И сразу на двух телеканалах. Первый, Крымский и Крым24. И, конечно же, мы продолжаем наше информационное обещание впереди еще целый час. Мы надеемся, что этот час вы проведете вместе с нами, что вы зарядитесь бодростью, хорошим настроением. И именно так отправитесь на работу или же по своим делам. Надеемся, что день у вас сложится удачно. Ну, а также для того, чтобы он сложился удачно, конечно же, надо быть в курсе новостей. О том, что происходит в Крыму, я расскажу прямо сейчас. И хотелось бы начать с того, что на 72 улицах крымской столицы восстановят освещение. На это выделили 100 миллионов рублей. Мы продолжаем говорить не только о Симферополе, но также и о других городах нашего Крыма. Новая техника, современные методы работы, эксперименты и государственная поддержка предпринимателей. Крымские аграрии готовятся к уборочной кампании 2019 года. В этом году ожидают рекордный урожай. Пока самая жаркая пора впереди, более тысячи тружеников села представили свои достижения на дне поля. Туда отправилась и наш корреспондент Елена Носкова. Тракторы, бороны, комбайны – все последних лет выпуска. Это, например, опрыскиватель для подкормки растений, удобрения, защиты от болезней и вредителей. Ты едешь ровно по навигатору, но там, где, допустим, поле он выравнивал, ты проходишь, там обработано. Он сам автоматически все отключает. Тебе не надо бегать, переживать, что ты где-то прыснул второй раз. Большая часть технопарка – новые машины. В этом году аграрий закупят еще около 300 единиц. Чтобы узнать все характеристики, каждую модель проверяют в работе. Глава Крыма тоже протестировал трактор российского производства. Хорошая техника, на самом деле, комфортные условия для водителя. Ну, что говорить. Качество обработки земли высокое, с учетом того, что полностью все навесное оборудование тоже новое. Главное, что в Крыму уже все хозяйства имеют более 60% нового парка техники. Задача – обновить его до 100%. Все районы, видите, докладывают, что практически впервые, когда нет необходимости нанимать у кого-то технику на обработку земли. Зато есть необходимость расширять производство. Например, последние годы крымчане предпочитают красные яблоки, привычным желтым и зеленым. Садоводы спешат высадить самые актуальные сорта. В прошлом году мы посадили, но объемы не сильно большие. Там 19 гектар интенсивного сада 4 на 1 схема. С капельным орошением. А это опытные участки НИИ сельского хозяйства Крыма. Здесь адаптируют культуры к особенностям местного климата и разрабатывают рекомендации для аграриев. Ученые выясняют, какие сорта лучше для крымского засушливого климата. Всего на этом участке 200 сортов зерновых. В этом году все показали себя успешно благодаря хорошей погоде. Урожай ожидают рекордные. Чтобы понять, что стоит высаживать на крымских полях, сорта проверяются наукой и временем. После посева, когда начинается кущение, когда происходят все стадии, это все фиксируется, наблюдается в течение 3-4 лет. И только после этого делается какой-то соответствующий вывод. Идут эксперименты. Опытным путем выясняют, какой способ обработки почвы лучший. Как минимум 8 лет работы ученых и эксперты сделают вывод, использовать ли технику или оставлять землю свободной, согласно новейшему методу «Ноутил». Количество влаги сохраняется больше, чем при обычной технологии. Микробиота накапливается, причем полезные. Такие исследования мы проводим. Что касается урожайности, пока еще урожайность более высокая при классической технологии. Впереди у аграриев уборочная компания. Свои достижения и планы предприниматели показали на дне поля. Сегодня итоги отличные. Люди более 700 человек, более 400 представителей техники. Это рекордное за последних 5 лет. Я думаю, что мы на правильном пути. Ряд экспериментов, которые проходят сейчас в части внедрения кооперативного способа и обработки земли и дальше продажи выращенной продукции. Два района, три села. То есть работа 60 миллионов рублей выделена из бюджета Республики Крым. Посмотрим по итогам года. Субсидии предпринимателям в сельской местности планируют увеличивать. В прошлом году около 100 крымских фермеров воспользовались государственной помощью на 170 миллионов рублей. Елена Носкова, Александр Смычек. Новости. 24. Красногвардейский район. А юных отдыхающих уже ждут в детских лагерях Крыма. Около 60 таких учреждений откроются в этом году для крымских школьников. Завершают последние приготовления, обустраивают площадки, высаживают цветы, а в номерах заправляют кровати. Проверил все условия и Дмитрий Попов. Все эти ребята из Курска – будущие педагоги. В лагере «Дельфины» этим летом они проработают вожатыми. Студенческую практику тут проходит и Роман Тачаев. Его задача – разработать творческую программу для юных отдыхающих, которые приедут сюда со дня на день. Организовал мозговой штурм. Нужно старые танцы обязательно включить, которые мы учим уже не первый год. Вы знаете тех, кто играет на музыкальных инструментах? Да, мы нашли тех, кто на музыкальных инструментах играет. Не меньше суеты и в столовой. На окнах устанавливают карнизы, затем повесят гордины. Это все надо снять? Вот и монтажа все карнизы. На кухне все готово. Оборудование уже ожидает поваров. Кормить будут пять раз в сутки. Готовы даже побаловать ребят. В ассортименте… Вареники с творогом, с картофелем, блинчики, оладьки, сырники. Дети будут жить в таких номерах. Условия проверяет омбудсмен Крыма Ирина Клюева. Все хлопок. Молодцы. Здесь. Ага, ага. Это картунычки. Тут тоже, да, вот, пожалуйста, место. Тут практически все новое. Чтобы привести учреждение в порядок, понадобилось 25 миллионов рублей. Вложили и немало таланта. Здесь все очень ярко. Стены расписали художники. Креативное расположение ламп. Позаботились даже о плитке. Она не скользкая. А это черное пятно вовсе не опложность строителей или дизайнеров, а уголок для маленьких хулиганов и творцов, которые любят рисовать. Мы сделали специальную доску, чтобы цветным мелом дети могли выразить свое художественное видение всего. Идеальный порядок и в санузлах. Учли все мелочи. Главное, что окна, видите, все закрыто, все затонировано. А это уже детский лагерь Бригантина. Тут тоже подготовка к летнему сезону близится к финалу. Кипит работа на будущем футбольном поле. Это современное безопасное покрытие. Дети очень любят такие покрытия. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы детям было комфортно. Суетятся и повара. Принимают товар. Сейчас завозят последние продукты из необходимого по списку. Колбаса и сосиски. Все, что требуется для детского питания. Бригантина принимает до 400 детей. Смены длятся по 20 дней. В номерах уже все готово для приема гостей. В каждом из них будет спать по 4 ребенка. Мы, видим, положили уже полотенце, застелены кровати. Просто ложись и отдыхай. Глаз радует и работа садовников. Территорию украшают 1200 роз. Это, которая только начинает свисти, будет еще свисти очень долго. Вот эта роза. У этой розы запах при утренней росе вообще шикарный. Особое внимание уделяет состоянию пляжей. Дно обследовали. Территорию регулярно убирают. Обновляют спасательные вышки. Обустраивают медицинские пункты. В них обязательно. Располагается врач-педиатр, медицинская сестра. Соблюдается режим питьевой. Осуществляется очень строгий контроль за состоянием детей. У специалистов есть все необходимое медицинское оборудование. В прошлом году в детских лагерях республики отдохнули более 70% крымских школьников. Кроме того, хочу сказать, что отдельные категории детей были оздоровлены 100%. Это дети-сироты. Порядка 70% дети-инвалиды. Но не смогли все 100% по показаниям. В этом году показатели планируют увеличить. Заезды юных отдыхающих начнутся с 1 июня. Дмитрий Попов, Руслан Князев, Новости 24, Бахчисарайский район. Такой была информационная картина этого часа. Но, Саш, глядя на этот сюжет, я вспоминаю свое детство, потому что я и сама отдыхала в лагерях. Потом я там работала вожатой, когда училась в институте. И, конечно же, некоторые лагеря оставляли желать лучшего. Из некоторых даже приходилось сбегать, потому что настолько все плохо там было. Вспоминаю свой опыт, когда приходилось работать в лагере, а он размещался в школе. То есть вот школа на летний период, она становилась лагерем. И парты все сдвигались в сторону, выставлялись в кровати. И именно в классах дети и жили. Был в моей жизни и такой опыт, такая практика. Но сейчас вот смотрю, и все меняется. Даже завидую детям. Потому что иногда у нас было хорошо в лагере, но это было за счет замечательных людей. А я как раз вспомнил ту песню, которую в прошлом части мы с тобой обсуждали. У тебя выдумал маленькая страна. И где взять билет до детства? А билетов нет. Зато очень скоро появятся билеты на поезда, которые будут следовать уже в этом декабре. Сразу по двум направлениям. Это первые поезда, которые придут на наш полуостров по мосту. Они будут направляться из Севастополя в Санкт-Петербург и из Москвы в Симферополь. Ну и, соответственно, в обратном направлении. А уже к 2020 году откроют не просто два сообщения, а целых 11, скажем, сообщений между городами России и полуостровом. Наконец-то и наш ЖД вокзал, он оживится, конечно же, еще больше людей будет к нам приезжать. Хотя и в этом году ожидается немало, около 7 миллионов, по крайней мере, такая цифра была в прошлом году. Все как в советские времена. Это хорошо и плохо. Наш курорт оживает. Мне кажется, это очень хорошо, это очень здорово. Но осталось только сады возродить и озеленение городское восстановить. И действительно, можем тогда сказать, что дедушка Ленин жив и всегда был жив. Ленин в тебе и во мне. Ну, конечно же, славу полуострова составляет его в первую очередь климат. О том, какова погода на сегодня, давайте узнаем прямо сейчас. Спасибо. 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 Такие красивые мы сейчас наблюдали виды. И, конечно же, многие из них связаны с морем. А вот какая температура морской воды, об этом я расскажу прямо сейчас. В Феодосии вода прогрелась до 20 градусов, в Ялте чуть прохладнее, там плюс 18. В Севастополе также температура воды колебается в пределах 18-20 градусов, а вот в Азовском море плюс 20, ну а теплее вода в Евпатории. Там вода прогрелась аж до 21 градуса. Можно искупаться уже, в принципе. Вот жалко, что в Симферополе нет моря, хотя есть другие прекрасные достоинства. В Симферополе сегодня ожидается до 33 градусов тепла. И этот день обещает быть самым жарким за последние 150 лет. Температура воздуха до 33, а скорость движения воздуха до 12 метров в секунду. В Севастополе будет прохладнее, но совсем немного. Там ожидается сегодня всего 28 градусов со знаком плюс, и также переменная облачность, и, конечно же, без осадков. На южном берегу Крыма без осадков. Температура воздуха до 27 градусов. Однако не стоит обольщаться, даже такая относительно комфортная температура при более высокой влажности переносится сложнее. Ну а в Керчи малооблачно. Там ветер переменных направлений, и его скорость будет достигать 6 метров в секунду. Это совсем слабая скорость. А вот температура воздуха составит 32 градуса. Ну и небольшая еще информация, полезная ко всем симферопольцам. В художественном музее Симферополя сейчас находится уникальная экспозиция. Даже страшно представить, что к нам в провинцию южную приехал сам Сальвадор Дали. 22 картины этого художника выставлены в нашем музее. Я думаю, что это событие непременно нужно посетить каждому. Не так часто такие мировые шедевры посещают нас. Поэтому, дорогие друзья, обязательно воспользуйтесь этим случаем. Ну а что еще можно посмотреть прямо сегодня на подмостках театров или кинотеатров, давайте узнаем из следующего материала. Театр «Кукол» в этот день приглашает маленьких жителей Симферополя стать бесстрашными участниками опасного путешествия. Вместе с Айболитом детям предстоит победить коварного Бармалея – старая сказка на новый лад. Спектакль отличается оригинальной режиссерской идеей. Уникальной и захватывающей постановку делают декорации, где веревка превращается в море, а стул в корабль. Начало спектакля «Айболит и Бармалей» в 10.00 и в 11.30. На сцене Крымского драмтеатра пьеса по произведению Максима Горького «Васса Железнова». Наследница родового капитала сталкивается с чередой жизненных испытаний. Брат становится пьяницей, сын медленно угасает, муж – растлитель под судом. При этом женщина может лишиться и внука. Шаткое благополучие дома Вассы держится на преступление. Женщина готова пойти на все, лишь бы сохранить семью. Начало спектакля в 19.00. В последний день месяца предлагаем окунуться в мир фантастики. Сегодня фильм «Годзилла 2. Король монстров». История о людях, которые хотят спасти планету от гигантских чудовищ. Эти хищники вступают друг с другом в бой, заставляя человечество, которое не в силах что-либо изменить, наблюдать за этой эпичной схваткой со стороны, молясь за свое спасение. Самому маленькому зрителю по душе придется анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Картина продолжает историю Макса и Дюка, которые теперь живут бок о бок и у которых есть новый друг – ребенок. Они все так же будут озорничать, когда дома нет хозяев. Поэтому мультик поднимет настроение даже взрослому. В вечернее время в кинотеатрах смотрите фильм ужасов «Гори-гори ясно». Мальчик из другого мира терпит крушение на земле. Его усыновляет пара, которая давно хотела иметь детей. Но родители и подумать не могли, что под видом ребенка скрывается жестокая и свирепая сущность. Ну и продолжая эту тему, дело в том, что уже многим известно, в Крыму снимают продолжение серии фильмов «Гардемарины». Четвертая часть будет продолжена именно благодаря пейзажам крымским. И вот в соцсети появилось 30-секундное видео со съемок, которые как раз таки ведутся в эти дни. Мы предлагаем вам посмотреть прямо сейчас этот небольшой эпизод. Вы видите, что по сюжету на девушку, на барышню нападают дюжи и молодцы, которые получили приказ на ее поимку. Спасения нет, нужно звонить в полицию. В общем, неизвестно, чем же это все закончится. Гардемарины вовсю снимаются. Одним словом, скоро узнаем, чем там все дело-то и закончилось. Ну и давайте пойдем дальше. Да, давайте пойдем дальше. И сейчас мы расскажем о сладкой жизни, как из простых ингредиентов. Можно сделать разные сладости. Конфеты, карамель, леденцы. В общем, сладкоежка мы все-таки не рекомендуем смотреть. Уж очень вкусно. Так на обычной кухне мечта воплощается в реальность. Кондитеры на деле демонстрируют, что у фантазии нет границ. Главное придерживаться строгой технологии производства. Сперва нужно в кастрюлю нам налить немного воды. Потом мы добавляем сахар. Так, засыпали, разровняли. И добавляем оставшуюся воду. Но карамель не будет карамелью, если не добавить главный ингредиент. Без него леденец застынет прямо в кастрюле. После того, как оно у нас закипит, мы будем добавлять глюкозную патоку. Это одна из важнейших составляющих карамеля. Патока дает карамелью пластичность и дольше сохраняет температуру. Немного фруктовых экстрактов, магии и перед нами ароматная пенка янтарного цвета. Она, признак готовности карамели, медлить нельзя. Поэтому сразу приступаем к следующему этапу. Процеживаем через сито, чтобы карамель насытилась еще больше кислородом. И, собственно, сейчас мы будем добавлять наши натуральные краски. А чтобы лакомство было не только вкусным, но и полезным, вместо искусственных красителей в тягучий состав добавляют только натуральные компоненты. Зеленый – это шпинат, крапива, щавель. То есть это хлорофилл, пингмент, который красит листья в зеленый цвет. Сейчас добавляем красный. Красный добывают из черной морковки. Эту морковку используют в медицине, потому что она богата на витамины группы В. Такая конфета не вызовет аллергическую реакцию. Температура сладких кусочков 70 градусов. Карамелье ловко растягивает янтарные кристаллы, тем самым меняя их окрас. Вот такими легкими движениями превращается желтый цвет в белый. Вот такие вот секреты у мастеров. На этом волшебство не заканчивается. Соединяем белые волокна с каждым из цветов и растягивающими движениями делаем окрас более равномерным. Карамель превращается вот в такую перламутровую гущу. На формирование деталей карамельной поделки отводится несколько секунд. Тягучий материал быстро остывает. Подставляем лаковство под вентилятор. Так все детали скрепляются между собой. Совсем недавно перед нами лежали разноцветные кусочки карамели. Теперь это готовые леденцы в форме героя из известного мультфильма. У каждого изделия почерк своего дворца. Ведь он сделан вручную, старательно и с душой. Алена Сединина, Руслан Князев. Утро нового дня. Ну вот и снова продолжая тему кинематографа. Есть у меня, наверное, печальная новость для фанатов кино. Советского кино, которое снималось у нас здесь в республике. Дело в том, что Ялтинскую киностудию все-таки решили закрыть. И Совет Министров Крыма распорядился, что касается этого решения, до 1 мая 2020 года. О результатах будут нас информировать. То есть именно к этому сроку ее и закроют. Не знаю, для меня это немного грустная новость. Тут спорное, с одной стороны, явление. Я помню, что несколько лет назад, когда я работал в одной из структур Министерства культуры, мы пытались организовать фестиваль на этой площадке. Но состояние просто ужасающее. То есть это даже не павильоны, а просто руины, просто груды строительного мусора. Восстанавливать это, наверное, нет смысла. А современная киноиндустрия настолько развивается быстрыми темпами, что сегодняшние павильоны по-другому совсем выглядят. И, быть может, в дорогостоящей Ялте и нет смысла организовывать какое-то мощное кинопроизводство. Но, конечно, с другой стороны, это память, потому что огромное количество блестящих фильмов снято здесь, снято в павильонах этих, на крымской природе. И, может быть, как историческая ценность, как музейный памятник, такие площадки имеют место быть. Но я бы хотела напомнить, что Ялтинская киностудия, она существует с 1917 года. В общем, недавно отметила свое столетие. Это была такая важная для нас тоже дата. Ну, а о дате сегодняшней мы тоже поговорим в нашей следующей рубрике. Сегодня отмечают Всемирный день без табака. Дата учреждена в 1988 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Последствия вредной привычки ежегодно уносят жизни 6 миллионов человек в мире. 31 мая 1557-го родился царь всей Руси и великий князь московский Феодор Иоаннович I, третий сын Ивана Грозного, получивший в народе прозвище Феодор Блаженный. Последний в истории самодержавец из династии Рюриковичей. Канонизирован православной церковью в лике московских чудотворцев. В этот день, 151 год назад, на часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запустили Биг Бен. Часы получили собственное имя в честь самого большого из шести колоколов звонницы. 31 мая 1862-го родился русский и советский живописец Михаил Нестеров. Художник в первую очередь известен как выдающийся иконописец и портретист. В 1944 году награжден сталинской премией. С творчеством мастера связана легенда, по которой на личную просьбу Иосифа Сталина написать его портрет художник ответил отказом. «Ваше лицо мне все меньше и меньше нравится». 31 мая 1868-го в окрестностях Парижа в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка. Сегодня велосипедный спорт – один из наиболее доступных и популярных в мире. Он включает в себя такие дисциплины, как гонки на треке, шоссе, пересеченные местности, соревнования в фигурной езде. 31 мая 1892 года родился Константин Паустовский – русский советский писатель, сценарист и педагог, военный корреспондент. Еще при жизни писателя его произведения вошли в обязательную школьную программу по русской литературе. Автор был трижды номинирован на Нобелевскую премию. В этот день, 117 лет назад, окончилась Англо-Бурская война, развернутая на территории современной Южноафриканской республики. Военные действия велись объединенными силами бурских республик – Республикой Трансвайль и Оранжевого Свободного Государства против экспансии Британской империи. 31 мая 1918-го постановлением наркомпроса Советского Союза введено обязательное совместное обучение мальчиков и девочек. По мнению педагогов, такое воспитание способствует полноценному развитию личности ребенка и его гармоничной адаптации в будущей самостоятельной жизни. В 1952-м вступил в строй Волгодонской судоходный канал, соединивший реки Волгу и Дон. Гидротехническое сооружение позволило обеспечить связь внутреннего Каспийского моря с Мировым океаном. Однако вмешательство человека в природу никогда не проходит бесследно. Из Азовского моря на днищах кораблей в Каспийское попал инвазивный моллюс-гребневик Мнимиопсис. Его бесконтрольное размножение привело к сокращению численности кильки на 60%. Значительно уменьшило популяцию осетровых рыб и каспийских нерв. В ознаменовании открытия Волгодонского канала предлагаю поговорить о ценах на топливо. Ведь это очень важно, особенно в преддверии 9-го часа, когда все спешат на работу и кто-то, может быть, заедет на заправку. 1 литр газа сегодня стоит 25 рублей 77 копеек. Дизельного топлива 50 рублей и 27 копеек. 92-го бензина 50, 45 рублей и 77 копеек. 95-го 49 рублей 55 копеек. И 98-й бензин традиционно самый дорогой 56 рублей 39 копеек. Давайте от бензина перейдем к ценам на топливо, потому что они более подвижны. Итак, доллар сегодня стоит 65 рублей и 5 копеек за единицу, а евро порядка 72-42 копеек за единицу. Обе валюты за последние сутки поднялись в цене около 3 копеек. Вот такая динамика на валютном рынке. Поэтому узнав цены, спешите их обменивать или наоборот покупать, будешь решать только вам. Ну а сейчас, я думаю, самое время перейти к другой динамике, к Стефану Филатову, который находится на улицах Симферополя. И наверняка что-то интересное там узнал для нас. Доброе утро, Стефан. Доброе утро, Стефан. Доброе утро, коллеги. С утром нового дня всех, кто присоединился к нашему эфиру. Сейчас мы находимся на улице Гавена. Сюда мы добрались с парка Шевченко, где было прошлое мое включение относительно быстро. А все потому, что пробок еще не было. Но, как вы понимаете, так долго продолжаться не может. На часах уже близится половина девятого, а значит, по традиции пробки у нас уже сложились на Московском кольце, на Куйбышевском кольце, в центральных районах города. Площадь Советская, конечно же, стоит. И, возвращаясь к этому месту, на улицу Гавена, приехали не просто так. Дело в том, что здесь появилось место, которое активно обсуждают горожане в социальных сетях, да и не только, и между собой, конечно же. Здесь появился новый пешеходный переход. А самое интересное, что это пешеход, в прямом смысле слова, ведущий в никуда. За моей спиной вы сейчас можете видеть, что с другой стороны находятся кусты. За ними дороги нет. И для чего сделан этот пешеходный переход, просто непонятно. Интересное, что буквально в конце апреля подобный пешеход появился в районе гостиницы Москва. И тогда это казалось просто из ряда вон выбивающейся. Может быть, даже кому-то показалось, что это смешная такая деталь обустройства нашего города. И вот, казалось бы, такие пешеходы призваны для того, чтобы повысить уровень безопасности пешеходов, граждан. Тем не менее, когда видишь, что они ведут в никуда, задаешься вопросом, а почему так? Поразмыслив, я пришел к единственному выводу. Возможно, у коммунальщиков после выполненных работ осталась неизрасходованная краска. И вот они решили, что добру все-таки пропадать не надо. И сделали вот такой вот пешеходный переход. Ситуация, конечно, интересная. И самое интересное, появятся ли у нас в городе еще такие вещи. Еще такие пешеходные переходы. Как вы считаете, стоит такого ожидать? Или же все-таки на этом пора бы остановиться? Студия, передаю вам слово. Бесспорно, я лично считаю, Стефан, что, конечно, стоит остановиться. Но, зная наших, я не удивлюсь ничему. Туда же, как мы анонсировали в прошлом часе, коровы на крыше ходят. Поэтому, дорогие друзья, следует быть готовым к любому экивоку. Но не все так плохо, Саш. Давай не будем омрачать. Вот я бы хотела рассказать о такой позитивной новости, что под арками Крымского моста прошел парад яхт. Это все участники регаты. К ней готовились полгода. Сейчас вот на экранах вы можете увидеть, они прошли под аркой одна за другой, вот так выстроившись друг за другом. Все они направляются в Ялту. Туда они прибудут 1 июня. То есть, таким образом, дадут старт курортному сезону. Известно, что в ней принимают участие 70 человек. И вот именно сейчас вы можете увидеть этот момент, вот как они проходят под аркой. Все это попало на кадры квадрокоптера. Зрелище, конечно, потрясающее. Да, очень красивое зрелище. Но не только такое зрелище можно увидеть с помощью интернета. Какие еще новости во всемирной паутине мы предлагаем посмотреть прямо сейчас, о которых мы узнали. КамАЗ дальнего плавания. На Сахалине засняли весьма необычное путешествие. Видео вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи шутят. Зато нет проблем с ямами, и машина после такой поездки будет идеально чистой. Забавно и то, что водитель после того, как выехал на сушу, открыл дверь, чтобы вылить воду из кабины. Судя по этому ролику, у настоящего мужчины машина должна быть большая. При этом американцы явно не смущают вызванные неудобства. Чтобы у него была возможность попасть в автомобиль, он возит с собой специальную подставку, которую ему приходится поднимать с помощью проволоки. С каждым годом желающих покорить Евере становится все больше. Несмотря на тяжелые испытания, которые приходится преодолевать альпинистам, на пути к вершине им еще нужно выстоять в очереди. Там она растянулась на километры. Только этой весной при попытке покорить самую высокую точку планеты погибло уже 20 человек. На одной из американских ферм начали разводить плюшевых коров. Такая порода считается гибридной и еще не признана официально. Похожих на мягкие игрушки буренок выращивают не ради мяса, а для показа на выставках. Им нужен особый уход и питание, чтобы шерсть блестела и хорошо росла. Всего их в мире насчитывается несколько десятков, поэтому стоимость одной коровы достигает 5000 долларов. Алексей – дизайнер и настоящий мастер на все руки. В свободное время он увлекается моделированием из бумаги и картона. Талантливый мужчина сооружает моторчики, цилиндры и музыкальные инструменты. Чтобы показать, на что способен, например, мини-орган, умелец исполнил на нем мелодию из мюзикла «Призрак оперы». Такая устрица может вызвать удивление даже у любителей морепродуктов. Кажется, что из этой раковины торчит язык. На самом деле – мускулистые ноги животного. Таким образом они добывают себе еду. Большую часть времени эти существа находятся в песке. В некоторых странах моллюски считаются деликатесом. Имеется у нас интересная новость, которую мы, кстати, почерпнули тоже в интернете и для жителей, и гостей города Ялты. Там собираются открыть новый аттракцион – 50-метровое колесо обозрения. Да, я думаю, что в очень скором времени там такое колесо появится. Я думаю, что многие могут его сравнить с тем колесом, которое находится в Сочи. Там тоже самое высокое. И там, кстати, закрытые кабинки. Вот если именно в таком виде появится у нас колесо, это будет даже неплохо. Разместится оно, предположительно, на набережной, откуда будет открываться просто потрясающий вид. Кстати говоря, скажем, любование прекрасными видами, крымскими в частности, это один из способов борьбы со стрессом. Именно о стрессе мы сейчас вам и расскажем в следующем сюжете. Как же бороться и как сделать так, чтобы нервные клетки не погибали? И так каждое утро. Опоздать на маршрутку, проехать нужную остановку или же попросту проснуться не с той ноги. Порой для того, чтобы испытать стресс или раздражительность, достаточно любой мелочи. В лучшем случае последствия отразятся только на вас. Тем не менее, зачастую от негативных эмоций страдают окружающие. А как мне на тебя не кричать? Самый простой способ борьбы с агрессией и, главное, доступный всегда и везде – правильное дыхание. Глубокие вдохи и медленные выдохи успокаивают организм. Для большего эффекта эту технику можно объединить с самоанализом, пережить в голове стрессовую ситуацию, разобрать ее детально. Помимо общепринятых средств борьбы со стрессом, у каждого существуют свои личные приемы. Я, к примеру, справляюсь с проблемой таким образом. Разбить, сломать и разрушить можно все, что угодно. Куда труднее добиться понимания или прощения со стороны тех, кого вы обидели сгоряча. Именно поэтому так важно научиться управлять собой во время приступа агрессии. Шью, вышиваю, с гостями встречаюсь. Улыбаемся. Попробуйте сесть за лист, зачистый лист бумаги с ручкой и что-то написать, типа психотворяя термия. Любить все страны, любить всех людей, и правда не будет никакого стресса. Многие из тех, кого мы опросили, сошлись во мнении о том, что спорт является одним из лучших средств для того, чтобы избавиться от стресса и раздражительности. И действительно, с помощью тренировок можно получить пользу даже из негативных эмоций. Вот эта накопительная система, которая как снежный ком накатывает, 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 потом ва-бах, лавина, вот вам результат. Чем больше человек высвободит свои чувства, тем легче он переживет эти обстоятельства. Чаще всего для этого человеку нужно лишь выговориться, рассказать о своей проблеме. Дельный совет, моральная поддержка и, конечно же, объятия. Все это лучшая панацея от негативных эмоций. Стефан Филатов, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Ну вот кто сейчас больше всего стрессует, можно сказать, это Министерство экологии. Ведь началась вся жаркая пора, тот период, когда у Министерства много работы, а недобросовестные крымчане разжигают костры в лесах. Но не только об этом мы будем говорить, а вообще об экологических проблемах Сергеем Компанейцевым, заместителем министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Наверное, все-таки проблем у вас хватает круглый год. Нет, ну на то и есть определенные программы, конечно, которые, как мы говорим, не дают расслабиться ни зимой, ни летом. Поэтому, правильно говоря, готовь санки летом, чтобы не было и пожаров, грубо говоря, и в то же время всем, кто приезжает на территорию Крыма, было комфортно и уютно. Ну вот хотелось бы поговорить об экологической программе. Вы уже ее коснулись. Давайте более подробно расширим, что это за программа, вот каких имена на проблем касается. Смотрите, в рамках майских указов президента программы «Экология» существует пять региональных проектов, которые курируют Минэкологией. Что значит курируют? Администрируют. Из которых два, это сохранение лесов и чистая страна, это программы Минэкологии. Две программы, это МинжКХ, это чистая вода и формирование комплексной системы учета твердых отходов. И одна программа, это комитет по водному хозяйству, государственное комитет по водному хозяйству, это сохранение уникальных водных объектов. То есть очистка русел рек. Ну, можем с вами по каждому проекту вкратце, либо полностью поговорить. Можно вкратце про водные проекты, так интересно. Нет, смотрите, если сейчас мы говорим про комитет водного хозяйства, который мы как Минэкологии курируем, а он является исполнителем, речь идет в этом году прежде всего о в плане выполнения указа президента к 2024 году очистка 38 километров русел горных рек и формирование определенной среды. В этом году, в этой программе 38 миллионов, это проектирование 12 проектов на выполнение до 2021 года этих всех программ. От чего же будут очищать горные реки? Казалось бы, там такая чистота. Нет, ну, то, что горные реки чисты, русел горных рек мы имеем в виду от завалов, от прохождения. Тут, как вот слышали сегодня, не сегодня, а вчера, вот я читал интернет, русло реки Салгир в дальнейшем будут чистить каждые три года. Его же будут чистить не из-за того, что оно там нечистое, потому что это необходимо делать. Если мы хотим жить в нормальной среде, если мы хотим, чтобы у нас были хорошие, грубо говоря, экоресурсы, было нормальное понимание, и русло рек нужно чистить. Поэтому и есть системный подход, который позволит, может быть, не все реки, хотелось бы, конечно, все, но 38 километров, это не мало. Учитывая, что весь круг, собственно, небольшой. Да, вот могу сказать о том, что в рамках проекта, которые, два проекта, которые Минприроды, прежде всего, и я как куратор их курирую, это проект «Чистая страна», это рекультивация двух ТБО, это Судак и Белогорск, к 2024 году полностью в этом году это проектирование. И в рамках сохранения лесов, это создание лесов, ну, хочу сказать, что это подпрограмма, она разбита на три программы, впервые мы будем модернизироваться, и к 2021 году мы 55% у нас будет новой техники, в этом году на 37 миллионов уже закупленной техники, мы высадим 222 гектара лесов дополнительно, что позволит к 2024 году 1640 минимум галлисов. То есть это системные программы, которые позволяют системно подойти к этому всему. Минэкологии основной куратор всех программ «Экология» имеет две программы, две программы МинЖКХ и одна программа «Комитет по водному хозяйству». Позвольте еще два вопроса по лесу. Да. Какие именно регионы Крыма будут, скажем, облесять, если такое слово можно употребить? Смотрите, вот очень хорошо вы сказали, очень хороший вопрос. Впервые, наверное, ну, я тогда еще даже и не думал об этом, что буду курировать лес, но впервые, я думаю, за 20 лет впервые, в том числе в этом году мы будем начинать работу по тем участкам, которые по горельникам. Это 25 гектар в Судаке и 29 гектар в Бахчисарае. Будем убирать горельники, будем восстанавливать террасирование, то есть это минимум, что вот в этом году. А вообще планируем мы, как я сказал, 1640 гектар, из которых 300 гектар мы планируем восстановить горельники. И второй вопрос. Какие лесные породы будут применяться? Ой, вот этот вот, конечно, знаете, такой интересный очень вопрос. Вообще мы воплощаем сейчас систему так называемого гибридного, то есть где хвойные породы, мы с лиственными породами, что позволяет не распространяться так пожару. И я думаю, что эти породы будут присутствовать, но будет преобладать, конечно, мы будем стараться дуб в равнинной местности, конечно, это, как всегда, глядичья, в то же время дуб, лох серебристый. Ну, все это есть у нас. У нас есть проекты, составляются, работает наука, и будем стараться. Сергей Викторович, ну а как вы относитесь к той новости, что за костры в лесу будут штрафовать до полумиллиона рублей? Сейчас же это копейки сущие, насколько я знаю. Ну, я понимаю, может быть, для вас 5000 рублей этой копейки штраф сегодня за незаконное... Но когда выгорает пол леса, мне кажется, это копейки 5000 рублей, вы согласны? Мы сейчас говорим же, смотрите, мы сейчас говорим о чем? Мы говорим о том, что о возмещении ущерба в результате этих действий, либо о том, что выехала семья в лес, и в силу определенных обстоятельств, не буду говорить правильных, неправильных, она решила развести огонь. Вот в этом случае, как мне кажется, надо прежде всего людей предупредить, сказать, что этого делать нельзя, и, наверное, штрафовать не надо, потому что если люди нормальные, люди все поймут, и этим заниматься не будут. Мы говорим сегодня о превентивной мере, да, когда есть люди, которые системно этим занимаются, да, и люди, которые не системно. Я думаю, что в Крыму системы этой нету, да, вот которую мы смотрим по России, по Иркутской области, по Забайкалью, где горят сотни тысяч гектаров, и в основном, где горят, где незаконные рубки. Мы сегодня говорим о том, что превентивные меры, меры предубеждения, они должны в том числе и, как мы говорим, через средства массовой печати, через вас, я знаю, что канал ваш, в том числе, Росавиаохрана, крутит ролик о том, что о возгорании. Должен понять о том, что даже если мы выехали в лес, да, даже если мы вдруг решили, то прежде всего у нас должен быть мангал с собой, понимаете? То есть должны быть приняты определенные меры, которые позволят хорошо отдохнуть человеку и в то же время не навредить природе. Потому что, ну, мы такой регион, где в определенных местах приобретают хвойные, к сожалению, или к счастью, у нас это к счастью, да. Я думаю, что к счастью, извините, придется вас перебить. Ну, мне, мне к сожалению, а кому-то к счастью, да. Тема такая обширная, конечно же, ее можно часами говорить. У нас буквально 10 секунд осталось нашего эфирного времени с вами. Мы вас благодарим. Я думаю, что симферопольцы непременно внемлют вашим словам и будут с бережностью относиться к природе. Я напомню, у нас сегодня в гостях Сергей Викторович Компанейцев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма. Ну, а мы двигаемся дальше. И сейчас у нас следующая рубрика под названием «Крым онлайн». На объездной дороге в Симферополе грузовик снес ограждение, врезался в столб неподалеку от автосалона. При этом он зацепил еще пять машин. По словам очевидцев, водитель уснул за рулем. От удара сильно повредила кабину, фура, а проезжую часть усыпала металлическими деталями. К счастью, никто не пострадал. В ближайшее время коммунальщики восстановят опоры электропередачи. И снова Симферополь, пересечение улиц Красноармейская, Чехова, которая бьет рекорды по количеству ДТП. Они здесь случаются буквально каждый день. А все потому, что водители усердно игнорируют знаки и не пропускают других автомобилистов. Вот и в этот раз проскочить не удалось. Еще одно дорожное происшествие. В этот раз злую шутку сыграла невнимательность водителя авто, из-за чего велосипедист оказался на капоте машины. Надеемся, что владелец двухколесного транспорта сильно не пострадал. А это видео с аэропорта Симферополя. Автору ролика не понравилось небрежное отношение работников почты Крыма. По кадрам видно, что грузчики явно не церемонятся с посылками. Жаль, что в Симферополе нет доски позора. Ведь тогда героиня этого ролика заняла бы там почетное место. Женщина не стала долго думать, куда выбросить мусор. Полный пакет и пластиковую бутылку оставила рядом с урной. Что и попало на камеры видеонаблюдения. Огнетушитель в машине не приехал от сотрудников ГИБДД. Об этом наглядно говорят следующие кадры. Загревшуюся машину владельцы тушили тряпками и водой. ЧП произошло в Симферополе на улице Фабричный спуск. Но недоумение вызывает и то, что проезжавшие мимо автомобилей не останавливались. Радует, что неравнодушные все-таки нашлись. Курортный сезон стартовал, вот только не все успели к нему подготовиться. Это видео сделано в Алубке. Там популярный пляж Воронцовский купальни ожидает не туристов, а хорошего дворника. Автор ролика пожаловался, что после сноса эллингов остались бревна, железки и гвозди. Вряд ли таким гостеприимством приезжающие останутся довольны. Но прямо сейчас давайте поговорим о пробках, потому что время как раз подходит к тому, к 9 часам, когда все спешат на работу, на свое рабочее место и важно успеть. Но что делать, когда весь город вот так вот окрашен в красные цвета? Действительно, центр города перегружен автотранспортом. И давайте обозначим самые затруднительные места. Итак, площадь Куйбышева традиционно, сложная кольцевая развязка, со всех сторон окружена пробками. Въезд на эту кольцевую развязку из проспекта Победы, из улицы Киевской, и в меньшей степени со стороны проспекта Кирова, со всех сторон загружен машинами. Особенно это касается проспекта Победы, потому что мы видим этот цвет, он бордовый. Это означает то, что полностью остановлено движение. Это же касается и улицы Киевской. Вплоть до Дворца профсоюзов движение стоит. Что касается проспекта Кирова и пространства между кольцами, то там, собственно, ситуация вполне благоприятная. И благоприятная ситуация складывается на площади Советской. Небольшое затруднение есть по направлению к кольцу со стороны улицы Ленина. Давайте посмотрим все намного шире, если поднимемся ввысь, так сказать, с высоты птичьего полета. И мы видим, что, в общем-то, центр перегружен. Но, тем не менее, периферические улицы остаются свободными. Улица Гагарина, мы видим, она свободна, можно объехать центр по ней. Это же касается и Старого города, в частности, улицы Воровского частично. Можно ею воспользоваться. Улица Красноармейская тоже свободна. Дорогие друзья, не успею напоминать вам о том, что центр города – это место, где активно скапливается общественный транспорт. Большие троллейбусы, многогабаритные автобусы. Старайтесь, по возможности, в час пик избегать этого места. И, если есть возможность, объезжайте пробки по периферическим улицам города. Такова ситуация на сегодня на, собственно, центральных улицах города. Но только что я узнал с помощью своих магических способностей, что наш мобильный корреспондент с помощью телекинеза связался со мной, говорит, готов рассказывать самое интересное. Давайте к нему обратимся. Стефан, здравствуйте. Доброе утро. И он заканчивается деревом. И, подумав над этим всем, я пришел к интересной идее. Сейчас расскажу вам об этом. Дело в том, что знают об этом, конечно, немногие. Тем не менее, в городе, в знаковых местах, исторических памятных местах, находится порядка 20 маленьких памятников пчелам. И это действительно интересно, потому что люди могут самостоятельно прогуляться по этим местам, отыскать эти памятники. И, впоследствии, эти точки сложат между собой такой некий маршрут. Я подумал о следующем. Этот переход появился вторым. Быть может, в городе уже где-то еще есть подобного рода переходы. И можно ведь про... С сожалению, сеанс телепатии у нас прервался. Ну, ничего страшного, потому что мы с вами двигаемся дальше. У нас много чего интересного. В частности, мы поговорим о почте. О почте. Да, дело в том, что эта служба связи, она, конечно же, будет работать с 3 по 5 июня. Я напомню, что 4 число у нас выходной праздник, связанный с праздником Роза Байрам. Поэтому весь Крым будет отдыхать. Но вот сказано, что почтальоны будут работать с 3 по 5 июня. И об этом сообщает пресс-служба почты Крыма. Я думаю, что если 4 числа двери будут закрыты, это можно понять. Тоже люди там работают и тоже имеют право отдохнуть. Абсолютно верно. А задумывалась ли ты когда-нибудь, как вообще устроена служба работы почты? Ведь на самом деле это так сложно посылку правильно скомпоновать, отправить. Как это происходит, как правильно сортируется. Ведь это же целое искусство, наверное. Ой, это целое искусство. Это такой труд. И здесь такие нужны крепкие нервы. И я вот вспоминаю историю, да, как это все зарождалось. Сначала были голуби, которые разносили письма. Потом появлялись, наверное, какие-то собаки, которые тоже помогали человеку. Почтовые собаки, это уже что-то интересное. Ну, то есть сначала привлекались животные, потом поняли, что все-таки лучше с этим справится человек. И, конечно же, стала появляться такая профессия, как почтальон. И люди на своих ногах преодолевали километры для того, чтобы разнести почту, особенно, когда не было автомобилей. А потом уже стали привлекать и технику. Тогда ситуация упростилась. Ну, я точно знаю, что наш корреспондент разобрался во всех нюансах работы этого вида связи. И прямо сейчас вам об этом расскажут в сюжете. Отправлять или получать письма и посылки приходилось каждому. Чтобы доставить все в срок, ежедневно в почтовых филиалах по всей стране трудятся сотни тысяч людей. Производство масштабное, только в Крыму больше 500 отделений. Центральное в Симферополе. Сначала все доставляют сюда. Сканируем мешки по программе. Здесь выбивает, какой приходит мешок, выбивает вес, куда он адресованный. Как бы мы раскидываем по направлениям. Тяжелую артиллерию принимают механики. В один такой ящик помещается до 400 килограммов. Спускают их на лифте и перемещают с помощью специальной техники – электроштабеллера. С мешками справляются вручную. Это участок обмена. Здесь происходит выгрузка и погрузка почты. Отсюда контейнеры и мешки с письмами и посылками отправляются на сортировку. Проходит она в два уровня. Около 50 человек трудятся, не покладая рук, чтобы в этот же день перенаправить почту дальше. В этом цеху вскрывают и сортируют заказную корреспонденцию. Ленура, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что мы делаем дальше? Мы вскрываем мешок. Отличие доставки заказного письма от простого в том, что у него имеется штрих-код, с помощью которого его легко можно отследить. Для этого на каждом этапе их сканируют. После чего отдаю я на сортировку на второй уровень. Девочки сортируют уже по почтам. Каждую посылку проверяют на повреждения. После очередного подсчета опять отправляют в мешок. Затем его взвешивают и запечатывают пломбой, в которой зашифрован план направления. В каждом отделении она своя. Но это для междугородней отправки. То, что уедет в район, раскладывают по ячейкам. Обычные письма отправляются для обработки в соседний цех. Это штампелевальная машина. Мы на ней штампелим простую корреспонденцию, которая к нам приходит со всего Крыма, которую вынимают из почтовых ящиков. Те, что в машину не помещаются, помечают вручную. В день специалисты обрабатывают до 22 тысяч конвертов. Эта процедура нужна для того, чтобы погасить марки и уведомить клиента о дате отправки. Чтобы ваше письмо или посылка не потерялись и пришли в срок, тщательно проверяйте индекс получателя. Татьяна Балыкина, Руслан Князев. Утро нового дня. Вот такие секреты работы почты. Очень интересно. Но я думаю, что наши коллеги тоже готовы с нами пообщаться уже сейчас. Новостиная редакция на связи. Здравствуйте. Доброе утро. Саша, доброе утро. Рад вас видеть. Взаимно, Сергей. Сергей, вопрос номер один у меня к вам. Как правильно? Стресс или стресс? Я все-таки обиходное слово считаю, что стресс. А как вы с ним боретесь? Тогда следующий вопрос. Только юмором, только смехом. Здоровый вот такой, знаете, от души смех может помочь справиться с абсолютно любым стрессом. Юмор, юмор, еще раз юмор. Всегда улыбайтесь любой проблеме в лицо, любому страху в лицо, и тогда вы сможете победить любую неприятность. Тоже вариант. Смех бывает еще и таким вот напряженным. Ну, впрочем, да, наверное, это тоже хороший выход. Но у нас к вам еще один вопрос. Конечно же, вы, наверное, догадываетесь, какой приближается день рождения Симферополя. 235 лет будем праздновать. А вот вы как готовитесь к этому празднику? Я готовлюсь к этому празднику, честно говоря, даже пока не могу сказать, потому что весь в процессе работы читаю сюжеты, готовлюсь к выпускам новостей ближайшим. Но в целом думаю, что пойдем с семьей погуляем и немножечко прозвеемся, поздравим город любимый, в котором, тем более, я и родился, и вырос. И я его очень люблю, и мне нравится, как он преображается, и как он преобразился. И мне кажется, что все-таки в Симферополе царит такое вот предпраздничное настроение, потому что, кого я сегодня не видел, все ходят с какими-то такими растерянными немножко улыбками и думают, что же они будут делать завтра. У меня есть еще один вопрос. У меня к вам идея есть, Сергей. Извините, сальвирь, бью. Есть идея к вам. Дело в том, что у нас сегодня в гостях был директор детского парка. Так вот он сказал, что колесо обозрения можно будет посетить бесплатно. А вот катамараны, к сожалению, придется платить. Это Саша очень расстроило. Да, опечален. Саля, ты тоже что-то хотела попросить? Я хотела попросить, а есть ли у вас какое-то знаковое место в Симферополе? Может, куда вы ходили на свидание или где вам легче думалось? Я не знаю, что-то такое. Знаете, наверное, самое знаковое место для нашей семьи в Симферополе пока что был домобракосочетания, где мы узаконили свои, скажем так, отношения. И с этим днем и с этим местом связаны очень теплые воспоминания. Сергей, ну давайте теперь к работе, собственно. Что у вас на повестке дня сегодня? В ближайшем выпуске новостей мы расскажем, как в Красногвардейском районе провели День поля, почему в Симферополе люди сами начали латать ямы на дорогах и готовы ли лагеря Крыма открыть двери для юных туристов. Оставайтесь с нами, и в течение дня мы покажем еще много новых и интересных новостей. Большое спасибо. Хорошего вам эфира и дня. Взаимно. Спасибо большое. Ну, а мы тоже уже приближаемся к завершению нашего эфира. Мы уже приблизились, и нам пора прощаться, к сожалению, дорогие друзья. Дело все в том, что мы с вами прощаемся, вахта наша заканчивается, и мы с вами встретимся, наверное, в конце этого месяца. Ну, спасибо, что эту неделю вы провели с нами. Надеемся, что нам удалось поднять вам настроение на протяжении всех этих пяти дней. Встретимся с вами уже совсем скоро. А пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok